День народного единства В стране прошел День народного единства Визит недели Рязанскую область посетил министр культуры России Владимир Мединский Пожар в общежитии медуниверситета Пострадавших нет, причины выясняются Ну а теперь обо всем по порядку Вся страна вчера отпраздновала День народного единства Шествия, митинги и гуляния проходили практически во всех городах России Праздник, и это уже похоже знает большинство граждан Отмечается в память о важном событии в российской истории Когда в 1612 году народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским Освободило Москву от польских интервентов Эта победа положила конец смутному времени И послужила началом восстановления российского государства Наиболее масштабное шествие состоялось в Москве Здесь поучаствовать в акции «Мы едины» На центральные улицы столицы вышло около 75 тысяч человек А завершился День народного единства концертом на театральном проезде Где выступили известные актеры, певцы и музыканты В Рязани, конечно, такого многочисленного шествия, как в Москве, не получилось Хотя горожане восприняли День народного единства положительно Основным местом празднования стала Площадь Победы 4 ноября на Площади Победы Рязанцы отпраздновали День народного единства 3000 человек самых разных возрастов и профессий Радовались выходным, солнечной погоде и, собственно, празднику Мы рады, что, во-первых, сегодня погода замечательная Что масса людей собралась сегодня Все рады, довольны Что это показывает единство и, на самом деле, сплоченность общества Что даже несмотря на то, что сегодня выходной день Люди нашли время и возможность, и желание прийти сюда И врать свое единство нашему народу Всему рады И жизни рады И что весело, и что здесь много народу Поздравили рязанцев с Днем народного единства Представители областного правительства Городской администрации и Рязанской епархии И сегодня мы празднуем этот праздник В Рязани действительно новый праздник Сюда пришла явленная икона Божьей Матери Которая будет находиться всегда в Казанской обители И сегодня мы молились там И просили Царицу Небесную, чтобы она укрепила нас Покрыла честным эмофором землю нашу рязанскую Землю нашу русскую Перед Россией всегда стоит задача объединения Она слишком большая В ней проживают очень многие люди Многих национальностей И мне кажется, вот такое единство Этот дух единения, гордости в свою страну Он должен присутствовать у каждого россиянина Праздничная программа была весьма разнообразной И интересные занятия по душе нашли Как взрослые, так и самые маленькие горожане Танцы на сцене и на площадке у МКЦ не прекращались до вечера И несмотря на то, что День народного единства в России Отмечается всего в десятый раз Своими корнями этот праздник уходит глубоко в историю И призывает он нас, современное поколение, к тому, чтобы мы жили дружно И не опускали руки перед лицом опасности Ведь, как говорится, в известном всем очень правильном лозунге Пока мы едины, мы непобедимы Кстати, если вернуться к московскому шествию То в День народного единства Представители всех парламентских политических партий Практически впервые оказались в одном строю шествующих колонн И далее выступали поочередно на сцене В Рязани же либерал-демократы провели свой традиционный митинг В честь Дня народного единства Бывший координатор регионального отделения Александр Шерин А ныне депутат Госдумы Побывал в качестве наблюдателя на недавних выборах Прошедших в Новороссии в эти выходные Своими впечатлениями он поделился с нашей телекомпанией 4 ноября на площади Ленина Прошел традиционный митинг партии ЛДПР Посвященный Дню народного единства Праздник освобождения нашей страны От враждебно настроенных польских интервентов По мнению руководства партии Очень важен и заслуживает большего внимания общественности В свете последних событий Этот праздник приобретает все больше и больше актуальности Мы в этом году все ждали, переживали По поводу вступления Крыма обратно в Россию Смотрели и следили за референдумом Который там проходил И конечно были очень рады Когда все-таки народ Республики Крым Сделал свою воле изъявление И вернулся обратно к нам в Россию Те санкции, которые были введены Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки Против нашей страны Они сплотили нашу нацию И День народного единства Приобрел символическое значение В жизни каждого россиянина на данном моменте В свете последних событий, связанных с выборами в ДНР И Луганский День народного единства Приобретает особую актуальность Вот эти все события, которые происходят Они действительно были направлены на разъединение Российского народа, раскол нашей элиты Но напротив, наш народ и все национальности Проживающие на территории Российской Федерации Подтвердили тот факт, что наоборот Под подобные вещи нас объединяют И то, что сегодня наши добровольцы едут помогать нашим братьям Донецкой народной республики, Луганской народной республики То, что сегодня там люди проводят выборы То, что русскоговорящие люди подняли голову И сказали о том, что они не позволят топтать свою историю, свой язык Они подали нам пример огромный И не случайно сегодня, 4 ноября, в этот исторический день Проходит инаугурация лидеров двух вновь образованных государств Донецкой и Луганской народных республик Выборы 2 ноября прошли Результаты подведены Единогласным большинством голосов люди поддержали своих лидеров Я лично присутствовал в составе делегации от ОЛДПР Наблюдателей международных на выборах Донецкой народной республики Нам удалось побывать и в Снежном, и в Иловайске, и в Шахтерске И в самом Донецке, и во многих других городах И в Степановке, населенных пунктах То есть все это мы воочию видели Толпы людей на избирательных участках Мы все писали на видеокамеры, на телефоны Нам самим приятно осознавать тот факт, что выборы прошли в соответствии со всеми международными стандартами Что люди действительно стояли на избирательных участках Для либерал-демократов этот праздник имеет особое значение Всегда во все времена лидеры партии всех уровней Высказывали свое непоколебимое мнение о том, чего достойны коренные жители нашей страны А теперь о другом Визитом этой недели наверняка станет приезд в Рязань министра культуры России Владимира Мединского Также он является председателем российского военно-исторического общества Вполне возможно, и поэтому обсуждались темы, связанные с сохранением истории нашего региона Визит министра культуры Владимира Мединского начался с осмотра Успенского собора Рязанского Кремля Здесь в сопровождении губернатора Олега Ковалева и митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина Он осмотрел внутреннее помещение храма и знаменитый на всю Россию иконостас Далее делегация переместилась в театр на Соборной, где у стендов обсудили проекты строительства сразу двух музейных комплексов Первый – это возведение на улице Соборной прямо перед зданием Центробанка Музейного центра для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Сюда, по мнению авторов-разработчиков, должна полностью переехать вся экспозиция А в обширных хранилищах должны разместиться те тысячи экспонатов, которые собирали за время работы музейщики разных поколений И еще Владимиру Мединскому продемонстрировали план развития музея-заповедника в селе Константиново На родине Сергея Есенина предусмотрено в первую очередь восстановление ранее утраченных построек Вновь появятся трактир, торговые лавки, оранжереи и беседки Все в антураже вековой давности Министр поинтересовался, когда приступит к стадии реализации На что получил ответ о завершении проектных изысканий уже в ноябре Теперь немного к хроникам происшествий, случившихся на выходных Вчера в середине дня на пульты пожарной охраны стали поступать сообщения О начавшемся пожаре в общежитии Рязанского медуниверситета Подробности ЧП у Натальи Новиковой По предварительной информации пожар возник в одной из комнат на третьем этаже Девятиэтажного здания общежития Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия в считанные минуты Все силы были брошены на эвакуацию студентов и спасение людей, которые находились на верхних этажах Из-за сильного задымления они не могли самостоятельно выйти из здания Людей спасали при помощи трехколенных и автолестниц, установленных в окнах здания Всего было эвакуировано порядка 300 человек Но в результате происшествия погибших нет, имеются пострадавшие В тушении пожара принимали участие 76 человек, было задействовано 28 единиц техники В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы Государственного пожарного надзора И сотрудники испытательной пожарной лаборатории Продолжают программу сообщения от рязанских дорожных полицейских В эти выходные инспекторы ДПС ловили нетрезвых водителей Как результат задержаны более сотни пьяных автомобилистов Праздничные дни в нашей стране воспринимаются не иначе, как повод Выпить чего-нибудь алкогольного и сесть за руль в нетрезвом состоянии Для многих автомобилистов нормальное дело Посему сотрудники ГИБДД в праздничные дни проводили рейды по выявлению такого рода нарушителей В ходе рейдовых мероприятий за пять дней было выявлено 116 водителей Которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения Еще 16 человек отказались от прохождения освидетельствования Какие вопросы? Где-то что-то я нахулиганил, что-то как-то Ну как-то есть свидетели, что вы двигались на транспортном средстве в нетрезвом виде Подождите, а вы видели, где я ездил на этом? Да подожди, на каком транспортном средстве я ездил? На вашем транспортном средстве, Александр Емко Вы же сказали, что это ваш транспортный средство Да это мое, я не ездил на нем Ну как-то не ездили? Вы сейчас стоите, я обманываете просто Я не ездил на трассном средстве, чепушило 46-летний рязанец попал в руки правоохранителей благодаря бдительности граждан Мужчина уже не единожды лишался водительского удостоверения за пьяные покатушки Данный гражданин в неадекватном состоянии двигался на автомобиле с той стороны Остановился напротив вот этого данного подъезда Начал оскорблять лично меня Ну, цеплять, как-то нецензурные слова говорить Потом ребятам дорогу перегородил Они пытались проехать, он их не пропускал В итоге чуть-чуть они сдали назад Он припарковал здесь машину А, вот молодой человек сзади приехал, его подпер Он проехал вперед, поставил машину Вышел опять же, начал всех оскорблять Громкий ходит, фамилию говорить Все вроде Несколько мужчин самостоятельно удерживали нетрезвого 46-летнего мужчину Во дворе дома по улице Интернациональной От прохождения освидетельствами на состояние опьянения водитель отказался Ранее, в 2005 и в 2012 году водитель уже был лишен водительского удостоверения За управление транспортным средством в состоянии опьянения Меньше месяца назад водитель был задержан за управление Транспортным средством в состоянии опьянения Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток Однако это не остановило водителя И он вновь сел за руль своего транспортного средства Никакие меры наказания не пугают и не останавливают пьяного дебошира Ни штрафы, ни лишения прав, ни даже заключения под стражу Взрослый человек, а понять, какому риску он подвергает окружающих, не в состоянии Стыдно Современные пенсионеры стараются не отставать от жизни И курс повышения профессиональной квалификации проходит Учит иностранный язык и осваивает компьютер Свои дипломы недавно получила очередная партия пожилых, но очень активных граждан Красивые, подтянутые и очень молодые душой Им надоели бесконечные очереди за справками и редкие звонки на домашний телефон Общаться с друзьями и записываться на прием в поликлинику они научились через интернет Я не хочу сказать, что уже сделать с продвинутым пользователем Но и списков чайников я себе вычеркиваю Они тоже далеко не все любили учиться в юности И вовсе не думали, что на шестом-седьмом десятке будут как школьники волноваться перед получением диплома Виктору 67 лет Он пришел на курсы, чтобы жизнь из монохромной снова превратилась в красочную Получилось Теперь можно быть в курсе последних новостей Сколько угодно пересматривать старые фильмы И делиться впечатлениями с друзьями по переписке Можно загибать пальцы Одноклассники Мейл.ру Вконтакте Ну и скайп Меня больше всего удивило то, что Они очень сильно хотят нам учиться То есть видно, что когда им что-то рассказываешь Им все эти нравятся, им глаза загораются Они хотят все это знать, знать, учиться, учиться Время как бы, знаете, подходит А они говорят, Максим, давай что-нибудь еще расскажешь Давай что-нибудь еще расскажешь В прошлом учебном году более 70 таких выпускников Пополнили список пользователей всемирной паутины Количество желающих постоянно растет Для пенсионеров один повод надеть красивую рубашку уже много значит А ветераны с радостью для себя поняли, что теперь для подготовки к открытым урокам Не нужно специально ехать в библиотеку Вспомнить о великих сражениях и интересных фактах Можно за монитором компьютера Это для нас большая честь и большое желание И я считаю, что для них это очень важно Потому что это вовлекает их в активную Не только трудовую, но и общественную деятельность Это вовлекает их в хорошие взаимоотношения С своими родственниками, которые находятся за пределами Их места проживания Это хороший пример того, что не бывает людей несовременных Молодежи не приходит в голову, что их бабушки и дедушки очень способны ученики Только не знают, как попросить внуков обучить их Мы поздравляем каждого выпускника и гордимся их смелостью и достижениями Это был последний видеоматериал нашей сегодняшней программы Далее в эфире программа подробностей В гостях главный врач детской областной клинической больницы Татьяна Панфилова В беседе речь пойдет о программах помощи детям с эндокринными заболеваниями Ну и не только об этом А на сегодня все, до встречи в эфире Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»